Далекий год Войны, пожары 14 февраля 1943-го. Для всех ростовчан это особая дата. Ее вспоминают спустя многие десятилетия. Именно в этот день Донская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В школе 50 лет. И вот все эти 50 лет у нас есть такое направление военно-патриотическое. Каждый год в день освобождения Ростова первого и второго ветераны у нас почетные гости. С праздником майским, с сегодняшним днем. И пусть все последующие наши дни будут такими же ясными, посмотрите, как сегодняшнее небо. Эмилия Александровна, вдова участника второго освобождения Ростова Николая Маргунова, продолжает семейную традицию. Она встречается со школьниками и делится воспоминаниями. Не только своими, но и супруга. Он воевал вместе со своим отцом. Параллельно шли, но не знали, где они находятся. Последнее письмо получил он от отца, что мы идем рядом с тобой. Они не виделись с первых дней войны, не виделись. Мама его, и когда его ранили, ранила из Донецка, с госпиталя его, значит, дали ему отпуск. Он приехал домой, маму уже не застал. Мама, значит, не пережила смерть отца и ждала сына, а он приехал, не застал мать. Об этих и многих других событиях Николай Алексеевич рассказал в своих книгах, с которыми уже познакомились учащиеся 92-й школы. Затем в курсе механизаторов работала трактористом-комбайнером. Их становится все меньше и меньше, как будто в песок протекает вода. Все меньше мужчин, посидевших. Все меньше женщин, врага победивших в лихие годы. И будет так. Это, конечно, будет, когда на сцену в орденах зайдет старик. Люди встанут в порыве перед ним, а он, спокойный и усталый, поведет рассказ о том, как он землю отнял у металла, о том, как он солнце взберет для нас. Желаю вам счастья, мира и добра, чтобы ваша жизнь интересной и долбой была. Пусть в вашей жизни будет много радостной и счастливой дней. Чтобы никогда вам не пришлось испытать то, что испытали наши высшие товары, это бойцы, солдаты, которые, значит, на алтаре победы была дана. Миллионы жизней молодых и юных. Вот, значит, такой террор досталась нам победа. Об освобождении Ростова Петр Григорьевич узнал, когда лежал с ранением в госпитале, после сражения на Тамане. После лечения в госпитале мне направили в переселенный пункт, где там изобрали нас, некоторых многих товарищей, в Иран, где бы, значит, мы там прошли курсы и освобождали. Я был начальником поста связи, где у меня было 12 человек. Он был одним из тех, кто охранял европейские правительственные делегации во время Тегеранской конференции. Все эти истории и один случай вдохновили семиклассника Влада. Я был на Ульяновской улице и увидел на доме номер 27 табличку, на которой были написаны имена детей. Меня этот случай заинтересовал, и я узнал об этой новости побольше, а потом написал поэму. Лето снова к нам в Ростов пришло. По Симашка к Доной бегу, вдруг Ульяновская улица откликнула меня. Я взглянулся, и на доме номер 27 надпись смотрит через мрамор в мне в глаза. Пять имен. Два Николая, Игорь, Виктор и Иван. Кто они? Читая надпись. Патриоты, пионеры, школа номер 35. Что же здесь случилось? Их здесь расстреляли. Кто же мог стрелять детей? Те, кто в 41-м принесли беду на родину мою. Те, кто в 42-м принесли беду на родину мою.